Приветствую вас друзья мои любители знаний. Сегодня мы погрузимся в увлекательный мир последовательностей. Представьте себе ряд костяшек домина, идеально расположенных одна за другой. Вот это и есть последовательность. Это упорядоченный список чисел или объектов, следующих определенному образцу. Последовательности повсюду. Подумайте о номере вашего дома, или о страницах в вашей любимой книге. Это и есть последовательности в действии. В математике последовательности подобны секретным кодам, которые помогают нам понимать закономерности и делать прогнозы. Они используются во всем, от информатики до музыки. Так что приготовьтесь раскрыть волшебство последовательностей. Мы отправляемся в путешествие по закономерностям, числам и безграничным возможностям. Давайте поговорим о возрастающих последовательностях. Представьте, что вы поднимаетесь по лестнице, ступенька за ступенькой. Именно так и выглядит возрастающая последовательность, где каждое число больше предыдущего. Например, 1, 2, 3, 4, 5. Это возрастающая последовательность. Каждое число увеличивается на 1. У нас также могут быть возрастающие последовательности с большими шагами, например, 2, 4, 6, 8, где каждое число увеличивается на 2. Возрастающие последовательности демонстрируют рост, как растение, которое становится выше, или сберегательный счет, который растет. Это увлекательный способ увидеть, как что-то увеличивается предсказуемым образом. А теперь держитесь крепче, мы спускаемся с горки убывающих последовательностей. Это как спускаться на американских горках. Каждое число меньше предыдущего. Представьте, что мы ведем обратный отсчет от 10. 10, 9, 8, 7. Это убывающая последовательность. У нас также могут быть убывающие последовательности с большими интервалами, например, 20, 15, 10, 5, где каждое число уменьшается на 5. Убывающие последовательности показывают нам, как что-то уменьшается, как воздух, выходящий из воздушного шара, или температура, падающая в холодный день. Они помогают нам понять, как вещи меняются по модели убывания. Некоторые последовательности похожи на веселую автомобильную поездку. У них есть отправная точка и пункт назначения. Мы называем их конечными последовательностями. У них есть определенное количество членов, или чисел, внутри. Подумайте о днях недели. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Это конечная последовательность из семи членов. У нее есть начало и конец. Конечные последовательности идеально подходят для представления вещей, имеющих предел, например, количество учеников в классе, или ингредиентов в вашем любимом рецепте. Часть пятая. Бесконечное приключение. Последовательности, которые никогда не заканчиваются. Держитесь крепче, потому что сейчас мы говорим о бесконечных последовательностях. Эти последовательности подобны космическому кораблю, запускаемому в космос. Они продолжаются вечно. Представьте, что вы считаете все числа, начиная с единицы. 1, 2, 3, 4, 5, и никогда не останавливаетесь. Это бесконечная последовательность. У нее нет конца. Бесконечные последовательности используются для представления вещей, которые являются непрерывными, например, времени или узоров во фрактале. Они помогают нам понять концепции, которые безграничны и постоянно расширяются. Часть шестая. Арифметические приключения. Последовательности с постоянным ритмом. Приготовьтесь шагать в ритме арифметических прогрессий. Эти последовательности, подобны равномерному удару барабана. Каждый член находится путем добавления одного и того же числа, снова и снова. Например, 2, 4, 6, 8. Это арифметическая прогрессия, потому что мы добавляем 2, чтобы получить следующий член. Это число, которое добавляется, называется разностью прогрессии. Арифметические прогрессии используются во многих реальных ситуациях. Например, при расчете пройденного расстояния с постоянной скоростью. Или расчете паттерна в музыкальной гамме. Часть седьмая. Геометрические путешествия. Последовательности с умножением. А теперь давайте окунемся в увлекательный мир геометрических прогрессий. Эти последовательности подобны волшебному трюку, где каждый член находится путем умножения предыдущего члена на одно и то же число. Например, 2, 4, 8, 16. Это геометрическая прогрессия, потому что мы умножаем каждый член на 2, чтобы получить следующий. Это число, на которое мы умножаем, называется знаменателем прогрессии. Геометрические прогрессии используются для моделирования вещей, которые растут или уменьшаются очень быстро. Например, распространение вируса или процентов, начисляемых на инвестиции. Часть восьмая. Магия Фибоначчи. Золотая спираль природы. Приготовьтесь удивиться последовательности Фибоначчи. Это математическое чудо, не просто набор чисел. Это врата к пониманию скрытых паттернов Вселенной. Это последовательность подобна секретному ходу, найденному в природе, искусстве и даже музыке. От расположения листьев на стебле, до ветвления деревьев, последовательность Фибоначчи повсюду. В этой последовательности, каждое число является суммой двух предыдущих чисел. Это простая, но глубокая концепция, которая веками очаровывала математиков. Она начинается так. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Видите закономерность? Каждый шаг основан на предыдущих, создавая гармоничное развитие. 1 плюс 1 равно 2. Фундаментальный строительный блок. 1 плюс 2 равно 3. Добавляя еще один уровень в последовательность. 2 плюс 3 равно 5. И так далее. Каждое число – это шаг в бесконечном путешествии открытий. Последовательность Фибоначчи создает красивый спиральный узор, называемый «золотой спиралью», форму, которая встречается в бесчисленных формах в мире природы. Мы видим эту спираль в раковинах, подсолнухах и даже галактиках. Это универсальный паттерн, который соединяет мельчайшие формы жизни с необъятностью Вселенной. Это захватывающий пример того, как математика и природа взаимосвязаны. Последовательность Фибоначчи – это мост между абстрактным миром чисел и осязаемой красотой мира природы, открывающий гармонию, лежащую в основе всего творения. Часть девятая – ряды и частичные суммы. Добавляем веселье. Эта часть посвящена углублению в мир последовательностей и пониманию того, как они объединяются, образуя нечто еще более увлекательное. Давайте добавим новое измерение в наше приключение с последовательностями с помощью рядов и частичных сумм. Эти понятия могут звучать сложно, но на самом деле они довольно просты, как только вы их поймете. Ряд – это просто то, что мы получаем, когда складываем все члены последовательности. Думайте об этом как о способе суммировать путешествия чисел, улавливая суть их прогресса. Например, для последовательности 1, 2, 3, 4, ряд будет 1 плюс 2, плюс 3 плюс 4, что равно 10. Это простое сложение, помогает нам увидеть общий эффект последовательности. Это как если бы мы сложили все кусочки пазла вместе, чтобы увидеть общую картину. Каждое число в последовательности это кусочек, а ряд – это законченный пазл, открывающий полную картину. Частичные суммы – это как мини-ряды, где мы складываем только определенное количество членов последовательности. Они дают нам снимок последовательности на разных этапах. Например, частичная сумма первых трех членов последовательности 1, 2, 3, 4 будет 1 плюс 2 плюс 3, что равно 6. Это помогает нам понять последовательность на меньших более управляемых частях. Ряды и частичные суммы помогают нам понять поведение последовательности с течением времени и используются в различных областях, таких как финансы и физика. Они позволяют нам прогнозировать тенденции, анализировать закономерности и решать сложные задачи, разбивая их на более простые части. Являетесь ли вы учеником, пытающимся понять основы, или профессионалом, применяющим эти концепции в реальных сценариях? Понимание рядов и частичных сумм – ценный навык. Он открывает новый способ мышления о числах и их отношениях. Так что давайте примем вызов и добавим веселья, исследуя увлекательный мир рядов и частичных сумм. С практикой и любопытством вы обнаружите, что эти математические концепции не только полезны, но и невероятно полезны для изучения. Часть 10. Взламываем код, формулы и пропущенные числа. В этой части мы углубимся в увлекательный мир математических последовательностей и формул, которые помогут нам их расшифровать. А теперь давайте взломаем секретный код последовательности, используя формулы. Эти формулы – мощные инструменты, которые позволяют нам находить определенные члены последовательности, без необходимости перечислять каждый отдельный член. Представьте себе экономию времени и сил. Формулы – это как специальные уравнения, которые помогают нам найти любой член последовательности, не записывая все целиком. Они обеспечивают короткий путь к пониманию сложных паттернов и отношений между числами. Для арифметических прогрессий у нас есть удобная формула. an равно a1 плюс n минус 1 умножить на d. Эта формула незаменима для быстрого нахождения любого члена арифметической прогрессии. Где an – это член, который мы хотим найти, а1 – это первый член, n – это номер члена, ad – это разность прогрессии. Разность прогрессии – это величина, на которую увеличивается или уменьшается каждый член. Для геометрических прогрессий у нас есть другая формула. an равно a1 умножить на r в степени n минус 1. Эта формула помогает нам находить члены в последовательностях, где каждый член умножается на постоянный множитель. Где r – это знаменатель прогрессии. Знаменатель прогрессии – это множитель, на который умножается каждый член, чтобы получить следующий член. Понимание этого множителя является ключом к освоению геометрических прогрессий. Эти формулы подобны волшебным ключам, которые открывают секреты последовательностей, облегчая поиск недостающих членов и прогнозирование будущих паттернов. Они превращают сложные задачи в управляемые шаги. Вот и все. С помощью этих формул вы сможете решать любые задачи с последовательностями, с уверенностью и легкостью. Мы исследовали удивительный мир последовательностей – от возрастающих и убывающих паттернов до бесконечных возможностей и специальных формул. Каждая последовательность рассказывает уникальную историю, и с помощью этих инструментов вы сможете раскрыть эти истории. Теперь вы – суперзвезды последовательностей, готовые открыть для себя волшебство паттернов в числах вокруг вас. Продолжайте исследовать безграничные возможности, которые предлагает математика. Мир чисел огромен и полон чудес, и теперь вы вооружены, чтобы ориентироваться в нем с мастерством и любопытством.